Приветствую, друзья! Это Тикмиоаналитика из имени Артур Идиатуллин. В сегодняшнем видео мы разбираем, что такое валютный своп, валютный своп от ФРС. На прошлой неделе у нас появились такие новости, что баланс ФРС начал сокращаться, и начал сокращаться именно за счет того, что снизился спрос на валютный своп от ФРС со стороны других центральных банков. Это привело к сокращению баланса ФРС. Выше у нас такая прекрасная статья от Reuters, где автор обсуждает именно снижение балансов активов и аргументирует это тем, что как раз таки снизился спрос со стороны центральных других банков на вот эти валютные свопы. Мы сегодня рассмотрим с вами техническую сторону этого момента и покажем, что на самом деле не только снижение спроса вызвало сокращение баланса ФРС, но также технические особенности проведения валютного свопа. Сначала следует заметить, что одним из первых проявлений коронавирусного кризиса у нас был глобальный дефицит доллара, который был выражен в таком резком подъеме взлете индекса доллара, в том числе до уровня 103 пунктов. Однако чрезвычайно агрессивный ответ ФРС позволил быстро подавить развитие этой проблемы, которая выразилась в таком последующем снижении доллара. Последние данные, которые вышли в прошлый четверг, они указали, что действительно баланс ФРС начал снижаться после резкого подъема до 7 триллионов долларов, кажется, за очень короткое время, за 3 месяца. И снижение баланса ФРС обычно рассматривается рынком как первые сигналы к количественному ужесточению, что, конечно, позитивный сигнал для доллара. Поэтому очень важно разобрать этот момент, за счет чего происходило сокращение. Сегодня мы будем разбираться в этом, что же произошло на самом деле. Для начала давайте разберемся с терминологией, что представляет собой валютный своп ФРС с иностранным центральным банком. Это соглашение между ФРС и другим центральным банком о взаимном обмене валют национальных на некоторое время, на некоторое период времени. Когда ФРС предоставляет доллары в обмен на иностранную валюту, происходит прямой обмен. И когда ФРС получает доллары обратно, возвращая иностранному на ЦБ и его национальную валюту, происходит обратный обмен. Можно при этом рассматривать, что в прямом обмене ФРС делает заем иностранному центральному банку, при этом обеспечением к этому займу выступает именно иностранная валюта, которую предлагает этот иностранный центральный банк. Так как контрагентом ФРС является крупный иностранный центральный банк, и курс валютный на дату прямого и обратного этого обмена фиксируется, валютный своп как контракт не имеет ни кредитного, ни валютного риска для американского центрального банка, но своп-линия не бесплатна, по ней начисляется процентная ставка. ФРС предоставлял валютные свопы ряду центральных банков, ЕЦБ, Банку Японии, Банку Австралии, Швейцарскому центральному банку, Бразильскому центральному банку, включен развивающуюся экономику впервые. За свою историю, именно работы со свопами, длительность валютных свопов была у нас 7,84 дня. То есть такой вот краткосрочный кредит и среднесрочный, другим центральным банком. Давайте разберем, что происходит с балансом ФРС при прямом обмене и обратном обмене в валютном свопе. Так вот, при прямом обмене, собственно, ФРС выпускает обязательства в размере 100 долларов, предположим, что у нас размер свопа составляет 100 долларов, и ФРС взаимодействует с Европейским центральным банком, предоставляет ему валютный своп. Так вот, прямой обмен на дату создания контракта, он подразумевает, что ФРС у нас создает обязательства, выпускает, как бы, доллары в размере 100 долларов, и затем покупает по курсу некоторому фиксированному 89 евро, да, вот, предположим, что курс, ну, это примерно 1.12 валютный курс. Затем, когда подходит дата погашения, происходит процедура обратного обмена, ФРС, получается, возвращает иностранные валюты и получает обратный доллар. Возникает, естественно, некоторая сложность в понимании, почему вот здесь на стороне обязательств при обратном обмене у нас происходит, почему со знаком минуса входят именно вот эти 100 долларов. Так вот, нужно учитывать, что доллары США являются обязательством для ФРС, и активом для всех других агентов. Собственно, как должник, ФРС имеет возможность, имеет право выпускать свои обязательства, и затем, при условии, что другой контрагент согласится продать ему какие-либо активы, купить активы на эти обязательства. Что, собственно, здесь и произошло. ФРС сгенерировал свои обязательства и купил, получается, принял на них активы, обменял, да. Затем, когда происходит процедура обратного обмена, ФРС, получается, продает активы, иностранную валюту, и при этом, как бы, погашает свои обязательства. Так как доллар является обязательством ФРС, ФРС погашает свои обязательства, поэтому они здесь входят со знаком минус. Собственно, прямой обмен, как мы видим, у нас оказывает расширяющий эффект на баланс ФРС, потому что увеличивается как активы, так и обязательства. Это у нас рост баланса. Собственно, обратный обмен валютным СФРС оказывает у нас эффект понижающий баланс, снижающий баланс, потому что как раз таки и со стороны активов, и со стороны обязательств у нас происходит снижение. На прошлой неделе в новостях у нас появились сообщения, о которых я уже сказал, что баланс ФРС сократился впервые за несколько месяцев за счет того, что банки сократили спрос на валютные СФРС. Вот здесь, если мы посмотрим картинку с тем, как изменялись валютные СФРС, объем выданных валютных СФРС, то видно, что вот здесь на последней неделе естественно начало происходить снижение таких незакрытых позиций по валютным СФРС. Если мы посмотрим статистику по операциям, по валютным СФРС, то можно сделать такой вывод, что пик вот этих операций, сам резкий рост вот здесь на графике, можно видеть, произошел вот, собственно, на момент объявления ФРС, именно то, что он начинает предлагать валютные СФРС центральным банкам, другим, произошел вот такой вот резкий рост. Затем уже рост происходил медленнее, намного медленнее. Вот здесь видно, что рост валютных СФРС, то есть выдача вот этих кредитов иностранным центральным банкам, он замедлился, стабилизировался, и вот затем произошло снижение. Так вот, как мы уже обсудили, операция валютных СФРС у нас подразумевает прямой обмен, то есть тогда, когда ФРС выдал у нас долларовый кредит к центральному банку, к другому, приняв обеспечение в виде иностранной иностранной валюты. И, соответственно, обратный обмен, это тот обмен, когда ФРС у нас возвращает, получается, иностранную валюту и погашает свои обязательства. Так вот, как раз-таки среднесрочные валютные СФП, которые были выданы на 84 дня, я уже сказал, они составляли большую долю СФПов, которые были выданы вот здесь, в этом периоде. И, собственно, примерно, если мы прибавим 84 дня к дате активной выдачи вот этих валютных СФПов, если мы прибавим в эти 84 дня, мы получим, что это примерно совпадает с периодом 10-20 июня. То есть, по сути, что сейчас происходит? По сути, происходит сейчас в большом объеме операции обратного обмена, которые оказывают понижающий эффект на баланс ФРС. То есть, другие центральные банки, они возвращают доллары ФРС, да, вот в рамках валютного СФПа. И, как мы уже с вами обсудили, обратный вот этот обмен имеет дефлирующий такой, понижающий эффект на баланс ФРС. То есть, еще раз, на самом деле, не только понижающийся спрос со стороны центральных банков на валютные СФПы, на вот эти кредиты, доллары со стороны ФРС, оказывает понижающее влияние на баланс активов, не только это, но также то, что у нас именно на период с 10 по 20 июня происходят обратные обмены именно наибольшего объема, в наибольшем абсолютном выражении. Именно потому, что вот именно вот здесь центральные банки на сторонах, видно, занимали наибольший объем долларов, ну вот долларов, да, которым сейчас приходится возвращать. И именно этот технический момент, именно этот технический аспект сейчас сдувает баланс ФРС. Что это значит вообще для нас, да, для доллара? Как это интерпретировать именно в плане дальнейших перспектив для доллара? Ну, во-первых, если мы сейчас наблюдаем чисто технический аспект, то он как-то должен завершиться, и должна произойти стабилизация, естественно, баланса ФРС, снижение за счет технического аспекта, оно прекратится. Когда все банки, которые занимали у ФРС в большом объеме доллар и кредит, они их возвратят, тогда у нас произойдет именно стабилизирующий эффект, возникнет стабилизирующий эффект на баланс ФРС, и, собственно, его снижение прекратится, и его снижение, оно стабилизируется. Поэтому ожидания по дальнейшему снижению активов на балансе ФРС у нас нет, как раз-таки из-за вот этого технического аспекта, то, что скоро возврат, будем так говорить, кредитов, он скоро прекратится, да, подойдет к концу, вот этих в рамках валютных сроков. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.